Десятый раз украинская делегация примет участие в Каннском кинофестивале. Во Франции на одном из главнейших событий мировой киноиндустрии с 17 по 28 мая Украина представит фильм в основной программе и проведет переговоры с мировыми кинопроизводителями. В 70-й раз на набережной Круазет раскинут красную дорожку Каннского фестиваля. Один из главных мировых кинофестов приготовил зрителям множество сюрпризов. Жюри возглавит оскароносный испанский режиссер Педро Альмадавар. Ведущий главных церемоний выступит итальянская актриса Моника Белуччи. Украина будет праздновать десятилетие присутствия в международном городке Канн, где собираются практически все страны мира. В этом году украинский павильон на 10% профинансирован госкино. В рамках его работы отечественные продюсеры готовят каталог фильмов для дистрибуции и приглашают своих иностранных партнеров на бизнес-ланч. Там планируют предложить кинематографические локации Украины. Фактически там мы сделаем презентацию, которая позволит привлечь иностранных продюсеров к съемкам на территории Украины, используя новое законодательство. Украина это надежный партнер, это абсолютно не аутсайдер, о чем говорят как победы на кинофестивалях, так и кассовые успехи, пусть пока не многих, но тем не менее украинских фильмов. Кинолента украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая» посоревнуется за золотую пальмовую ветвь в главном конкурсе. Это совместный продукт шести стран. Съемки проходили в Латвии. Сценарий фильма перекликается с одноименной повестью Федора Достоевского. Главная героиня узнает правду о событиях, которые происходят в тюрьме российской глубинки. Мы видели рабочие материалы этой ленты и у меня вызывает огромное сомнение то, что фильм получит прокатное свидетельство в России. На участие в фестивале украинцы планируют потратить более 80 тысяч евро. Большая часть – капитал украинских кинокомпаний.